Ну, спрашивай. Так. Представь себя на месте Юрина, вот ты как бы Юрин, а я, я не знаю, а я... Кого Юра? Юра, ты понимаешь, вот имея не очень приятный опыт общения с телевидением, да? Ну, неприятно, потому что там давление идёт, времени там всё путается. Вот, я как-то не могу это, ну, вложить вот в синхронность, да, в минуты там и так далее. Вот, это первое. Второе... Петя, без силы не мы ничего не сделаем. Да, это понятно, подожди, значит, надо как-то вот увидеть вот эту самую траекторию хотя бы трёх-четырёх передач, вот от передачи к передаче. Как она, чем она обогащается, чем отличается там... Реальными, она будет обогащаться реальными фактами. Реальными фактами будет обогащаться, что в прошлый раз шла информация, что в таком-то магазине продавалось детям пиво, вино, водка, уже не продаётся в этом магазине. Это будет идти внизу бегущая строка идти. Внизу будет идти бегущая строка идти. А как выполняются сами рейды? Вот там что, вот насчёт провокации, там... Ну, счастья детей, подожди, подожди, подожди. Чайка, там команда. Там вот как, практически, вот как вы приходите, ведь, ну, эксперимент должен быть же чистым, да? То есть, подходить должен малолетка туда. Если чистый эксперимент, ни хрена не сделается. Если делать счёт численности, то есть адвокаты, юристы, всё отобьют. Но не идёт разговор о чистоте эксперимента. В моём случае даже не идёт разговор о том, чтобы вот всех наказать, всех ликвидировать. Я перестал даже сейчас просто жёстко наказывать. Я просто сейчас всем объясняю и спрашиваю. Вы знаете, какой штраф? Знаю. Все уже знают. Знаю. Не продаёте? Нет, не продаёт. Понимаешь? Не стоит вопрос жёстко наказывать. Ну, вот появился, ты твою морду знаю, вот. Понимаешь? Не стоит вопрос жёстко наказывать. Стоит вопрос донести до продавцов, донести. А вообще в идеале, конечно же, в идеале. Хорошо. Теперь вопрос ещё следующий. Как же всё-таки определить, что малолетка, не малолетка? Да, что он попался? Конечно же. В Америке это просто там чипы. Там такой вот здесь штучка, как права. Чипы. Там они на автомате. Вот это кто-то мне рассказывал, я не помню. Ну, что-то рассказывал. На автомате он в Америке иду в кассе. Дед говорит, с бородой там за 60 лет. Тем не менее, продащица на него не смотрит. Просто не смотрит. Он ей подаёт этот чип. На котором, ну, в чипе видно, что ему не 18, не 21. В Америке 21. Всё. Она не анализирует. Вообще не анализирует. Так и у нас должно. То есть вопрос по паспорту. Ясно. Не надо носить паспорт, чтобы ты не потерял. Носи серокопию. Всё, не вопрос. Давайте хотя бы это научим. Ну да. Начисть носить серокопию. Серокопию носить. Так. И это касается, ну, любых, любых спиртных, малых, слабых, сильных сигарет. Сигареты. Слабоалкогольные напитки. Самый страшный. Штраф же сегодня, я же не даю. Сколько штрафов? Подожди. Слабоалкогольные вот эти вот NRG. Да это самое страшное. Это самое страшное. Содержание 6-8%. Малолетка ведь не возьмёт сразу себе стакан водки и хлопот. И героином сразу не начнёт, как бы, подожди. Так может быть, оно вообще должно быть запрещено как таковое, или пусть взрослые травятся им, да? Это там они что-то наверху, значит, я думаю, я думаю, учитывая, как идёт Янукович с сильными, широко... Сильными шагами. Сильными шагами, я думаю, дойдёт до того, что они разберутся, что они там бодяжа, и они их прикроют эти напитки. Разберутся. Ну ладно, ясно. Я ещё не знаю. Короче говоря, значит, в каждой точке уже есть, ну, объявление висит, что детям не продаём то-сё, третье-десятое. Уже это, ну, вот я здесь, ну, уже добили, на киоске вижу, да? Вот, не продаём. Теперь вопрос продажи. Действительно, лично, в руки, по паспорту, с этим ясно. Вот. Вопрос контроля. Вопрос контроля. Ну, как это, она получается, на самоконтроле дело происходит? Нет. Ну, ты пришёл, спроси, но я тебе сказал. Проще в каждой школе, при каждой, в каждой школе будет общественное движение, родители против наркотиков, город будет поделён. Каждая школа вокруг школы будет квадрат 500 метров и будут отвечать за этот, за этот участок, будут отвечать движения вот эти вот родители. Родители, только родители могут эту ситуацию вырубить, спасти. Всё, милиция будет помогать, прокуратура будет помогать, чтобы милиция там ничуть дела. Значит, СБУ уже будет как бы сверху это всё, всё, всё сходится, ведь главное, что есть желание власти, есть желание власти, есть желание милиции, есть милиционеры, еще я их видел, Петер. Не все там подолки, есть милиционеры, которые говорят, да, мы будем это делать, да, мне стыдно приходить домой и жене в глаза смотреть, стыдно, потому что у тебя мусор, я и муж не мусор, у тебя муж настоящее, нет, 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 потому что сегодня они получают такие копейки, это что просто смешно, понимаешь? А мы с ним берем эти два мешка, это его месячные, месячные, отдавая зарплата, эти два мешка, понимаешь, это какой он должен быть, железный этот мент, чтобы он эти два мешка довез и сдал им нового права. И слава богу, что они еще есть. Но вот здесь, вот здесь моя четкая позиция, во-первых, это должны быть элитные войска, элитные войска, которые занимаются обновом, они должны быть супер неподкупные туда, чтобы попасть, это должно быть, но они должны быть поощряться, адресно поощряться, адресно громада должна всех поощряться, и они сделают, Петя, они сделают, дайте им возможность, вот я сейчас жду звонок от Олега, этого, командира городского адреса, они сделают, знаешь, если бы там были подонки, у меня в тебе сказал, Петя, камеру выключил бы и сказал, Петя, там подонки, да, я думаю, можно было бы проще там наверху сказать, и они бы их поменяли, беру. Потому что установка дана для них, дана установка, там они уже включили мозги, что чем это может для них всех закончиться. Конечно, когда мы два года с тобой, это как бы национали, эти первые шрифты какие-то, два года уже, вот сейчас будет, в ноябре будет два года, ровно два года. У меня же есть дата рождения движения родителей против наркотиков. 12 ноября, когда я сына своего повез на экскурсию, на день рождения, на экскурсию в реабилитационную цель. Ну это после того, как мы с тобой в клубе там давали интервью, да? А я уже после этого столько их давал, столько их брал. Нет, это да, нет, это да, нет, это да, да, да. Телевидение, телевидение, телевидение. Да я же по телевидению. Мы должны сейчас пробить. Значит, там нужно... Вот понимаешь, сама передача должна тоже разбита быть на какие-то предметные фрагменты. Первый предметный фрагмент – это, наверное, ни раз, ни два, нужно говорить именно о коротко, но ёмкох, о вреде. Абсолютно нужно. Абсолютно. Она может быть, строится на несколько этапов. Абсолютно не нужно говорить. Тем более детям говорить о вреде. Нет. Ты дитю говори, не трогай. И что он будет делать? Я знаю, это родители. О чем ты говоришь? Вот, подожди, вот. Деда должен, нету её. Вот он хочет её найти, а её нету. Вот он хочет купить себе сигарет, а нету сигарет, нету где купить. Не купишь ты сигареты. Херсон надо ехать, чтобы купить сигареты. Или ты можешь дать какому-то, но ты уже будешь спрятаться, ты уже не будешь идти по советской с сигаретой, ты уже не будешь с бутылкой пива сидеть на советской на этом вот. Мы говорим сейчас только о малолетках, Петя. Мы говорим сейчас только о малолетках. Ты помнишь, да? Те уже, которые курнули, унюхнули, а таблетки уже употребляют там 3-4 месяца. Хана. Мамы, папы, забудьте за них. Их у вас уже нет. Нет, забудьте за них. Уже никакие деньги у самого. Просто про отвращение. Мы сейчас говорим только о малолетках. О тех малолетках 10, которые еще не унюхнули, не курнули. Только про них от спасения. Вот же, чем прикол. А мне сейчас рассказывают, реабилитационные центры. Ребята, 40 тысяч в Николаеве алко-наркозависимых. 40 тысяч. Какое количество нам надо реабилитационных центров, а? Нет. Ваши в Очакове только один человек сегодня с Николаева. Один. Ну, у Наташки Костиченко, там у нее тоже где-то 2 или 3 спиток с Николаева. Все. Какие реабилитационные центры? Сколько это надо реабилитационных центров, чтобы 40 тысяч? Учитывай, что в реабилитационный центр, ты должен прийти своими ножками. Ты его туда связанным не привезешь. И охрану должны. Поэтому профилактика вот на этом уровне, на этом раннем, на раннем, вот она. А самое главное профилактика это доступность. Следующий этап, если мне говорят, детям нечем заняться, да херня, все это нечем заняться. Столько кружков разных. Хочешь вяжи, хочешь танцуй, хочешь пой, хочешь на самолете. Родители надо воспитывать. Ну, следующий этап. То есть, следующий этап.